Всем привет! В эфире программа для тех, кому все интересно. А самое интересное сегодня это Лига Чемпионов. Хорошо, что время от трансляции не совпадает со временем нашего телеэфира. А то потеряли бы зрителей. Они. Но раз все так чудесно сложилось, напоминаем, что Патриот Приднестровья сегодня пропустит свой любимый сериал и посмотрит матч Шериф Интер. Потому что никакие интриги Донны, Камилы и Дона Карлоса не сравнятся с интригой сегодняшнего матча, который, к слову, проходит на главной арене спорткомплекса Шериф. И даже анонс-шифровка на этом фоне блекнет. Но посмотреть его придется. Анонс-шифровка Закачаешься Многорукий Недоделка со знаком плюс Так, закачаешься. Это слово с языка современной молодежи на английский можно перевести как вау. Вау. Английское междометие, выражающее крайнюю степень удивления, радости или других, как правило, положительных эмоций. Вау можно перевести как традиционное русское... Ух ты! Ух ты! Мне кажется, первый анонс посвящен играм Шерифа с Донецким Шахтером, с Реал Мадридом. И, кстати, в дни этих игр стену просто вибрировали. А я даже и не знал, что мои соседи большие фанаты футбола. Я думал, они только спят и вяжут. Я тоже слежу за их успехами. Ну, не соседи, а команды. Но давай смотреть на анонс Шериф. Закачаешься. Сюжет может быть и об обычных качелях. Ну, или необычных. Или о работе космонавтов. Они же в невесомости. А там же закачаешься. Ну, закачаться можно и в море. Ну, точнее, укачаться. Все, не говори, а то мне уже плохо стало. А у вас кружится голова после аттракционов? А как вы переносите прогулки на теплоходе? Все отлично? Тогда хочу вас поздравить. У вас прекрасно развит вестибулярный аппарат. Он является частью внутреннего уха. И состоит из двух маленьких мешочков и трех полукружных каналов, которые заполнены вязкой студенистой жидкостью. Когда мы двигаемся в пространстве или меняем положение головы, уровень жидкости смещается. Это чувствуют специальные рецепторы, находящиеся в каналах. Они передают сигнал об изменении положения тела вестибулярному нерву. А дальше информация мгновенно поступает в мозг. Таким образом мы сохраняем равновесие тела даже в самых сложных обстоятельствах. К примеру, прыгнув с трамплина и выполняя кувырки в воздухе, в воде ныряльщик мгновенно понимает, где находится верх, а где низ. Гимнасты и акробаты, проделывая целый комплекс прыжков и переворотов, не теряют ориентацию в пространстве и сохраняют чувство равновесия. Но если вестибулярный аппарат нарушен, тогда человек в буквальном смысле перестает ощущать себя уверенно, даже просто стоя на ногах. Наверняка это случалось и с вами. Во время качки на корабле, при подъеме в скоростном в лифте, взлюте самолета или даже при попытках резко встать с кровати. А у некоторых уже при виде морских волн на экране телевизора начинает кружиться голова. Но хочу вас утешить, вестибулярный аппарат можно развить. Для этого не обязательно крутиться в центрифуге или делать солнышко на турнике. Основным способом тренировки является общедоступная вестибулярная гимнастика, которую можно выполнять даже дома. Например, балансирование с предметами на голове. Истинные леди, кстати, так учатся держать королевскую осанку. Это дополнительный бонус. Необходимо взять книгу или любой другой подходящий по форме и весу предмет, поместить его на макушку и походить по квартире. Начинать следует с прямых траекторий движения, постепенно усложняя задачу поворотами. А кто из нас в детстве не любил кружиться? Помните, мамы и бабушки даже ругали нас, дескать, голова закружится, упадешь? А зря. Оказывается, такие упражнения способствуют восстановлению правильной работы вестибулярного аппарата. Покружитесь вокруг своей оси по 10 раз в каждую сторону, а затем пройдите по прямой линии. Ну что, сложно? Но регулярные тренировки быстро восстановят координацию движений. Отличный результат можно получить и прыгая на батуте. Прогулки на велосипеде тоже весьма эффективны. Но один из самых лучших способов развития вестибулярного аппарата – качели. Теперь-то вы знаете, что это не пустое развлечение. Может быть, именно благодаря таким усиленным тренировкам Юрий Гагарин обладал прекрасным вестибулярным аппаратом. Теперь мне понятно, как с этим бороться. Клин клином вышибают. Качайся на качелях. Так, а нас номер два – много руки. Что тут говорить? Это Шива? Кто? Ну, такой бог в индуизме. У него много рук. А, так вот почему офисных работников рисуют с множеством рук. Да, сняли кальку с изображения Будды. Но ведь у людей не может быть много рук. Поэтому, мне кажется, что сюжет будет про человека, который умеет выполнять несколько дел одновременно. Или у этого гения есть механические руки. Например, мультиварка, посудомоечная машина, тостер, микроволновка. Кстати, у робота тоже может быть много рук. Наверное, и у меня когда-то будет такой. Откуда ты знаешь? Чувствую. Порыв ветра, летящие одежды, развивающиеся волосы и вращение шарика земли. Подобные скульптуры установлены в Англии, США, Монако, Сингапуре. Кто же автор? Скульптор Лоренцо Куин, итальянец по происхождению, но считающий себя человеком мира, однажды стал свидетелем разрушительных последствий цунами и торнадо. Под впечатлением от этих событий он начал создавать серию скульптур под названием «Сила природы». Бронзовые, стальные, алюминиевые изваяния полны жизни и энергии, изображая мать-природу в образе прекрасной женщины, вращающей в подобии прощи нашу землю. Лоренцо Куин родился 7 мая 1966 года в Риме в семье мексиканско-американского актера, получившего премию «Оскар» Энтони Куина, и художницы по костюмам Иоланды Адалори. Детство Лоренцо было разделено между Италией и Америкой. Отец посвящал Лоренцо много времени и оказал глубокое влияние на мальчика. Позже Лоренцо Куин окончил Нью-Йоркский университет и учился в Американской академии художеств в Нью-Йорке. Именно тогда, по словам Лоренцо, и начался его творческий путь скульптора. Одна из самых известных его работ находится в Венеции, и ее высота 15 метров. Сомкнутые над каналом руки символизируют единство и мир на планете. Так художник обращает внимание людей на общие ценности, предлагая нам преодолевать различия и наводить мосты. Каждая пара рук символизирует ценности – дружбу, мудрость, помощь, веру, надежду и любовь, пояснил художник. А его скульптура «Поддержка» стала самым фотографируемым произведением искусства в 2017 году. Две гигантские руки появляются из воды и поддерживают историческое здание. Почему руки? Это самый важный инструмент человечества, способный как разрушить мир, так и изменить его к лучшему. «Поддержка» воплощает эту идею, говоря о том, что у нас есть все ресурсы, чтобы противостоять угрозе изменения климата. Нам просто нужно решить, какие действия мы хотим предпринять. Все творчество Куина призывает защищать мир. Мы так озабочены политикой и воинами, что нас не волнует мир, в котором мы живем. Эти работы напоминают нам, что все в этом мире так или иначе закономерно, а каждый поступок человека имеет свои последствия. Вот это поворот сюжета. У этого скульптора столько рук, что их и не исчесть, и причем разбросаны они по всему миру. Рукотворные руки. Наверное, со своих лепил. В масштабе 1 к 100, если не к 1000. Это большой труд. И со смыслом. Анонс номер 3. Недоделка со знаком «плюс». «Плюс»? Ну, странно, за недоделки обычно не хвалят. Ну, вот, например, я недавно писал самостоятельно по математике и не сделал там последнее задание. И что вы думаете, получил не 4 с плюсом, а 3 с минусом? Дела в недоделанном виде никому не нравятся. Недомытая тарелка. Недопятая песня. Недотёпа. Недостройка. Недовес. Недосып, недоедание. Смотрим сюжет. «Всё своё ношу с собой», – сказал художник, положив в карман. Мольберт холстые кисти, думаете вы? Нет. Совсем небольшую книжицу, скетчбук и несколько маркеров. Мало ли, а вдруг на глаза попадётся что-то стоящее? Тут же на месте можно будет зарисовать. И получится не что иное, как скетч. Что же это такое? На английском языке это слово обозначает эскиз, набросок, этюд. Художники прошлого, рисуя картину, сначала начинали с быстрых набросков, а далее, постепенно добавляя детали, превращали скетч в готовую картину. Сейчас же скетч может быть не просто быстрым эскизом, а завершённой работой. Правда, с элементами незавершённости. Да, так задумано. Этим приёмом активно пользуются современные художники, иллюстраторы, архитекторы и дизайнеры. Главная их задача – быстро передать первые впечатления. Скетчи не рисуют, часами выводя каждую линию. Это жанр для тех, кто хочет уловить суть объекта. Как говорят, самую соль. Хотя порою к скетчингу относят и более проработанные наброски. Ну, видимо, это уже работа мастеров, которые всё это делают быстро. И даже утверждают, что научиться этому может каждый. То есть и мы с вами. На всякий случай поверю и даже попробую. Самое главное – начать с простого. Сначала рисуем контур, потом настаёт очередь штриховки. Она придаёт изображениям объём. Рисовать с натуры, конечно, сложно. Начните с перерисовывания. Кстати, есть скетчбуки, на которых уже есть референс. То есть изображение, которое вы можете перерисовать. А ещё скетчбук нужен, чтобы проследить свой рост в технике рисования. Ну, подойдёт, в принципе, и обычный альбом. А вот чем же рисовать? Выбор тут большой. Спиртовые маркеры, тушь, карандаши, ручки-линоры, акварельные краски и даже угли. Всё это можно смешивать. Например, рисовать маркерами, а расставить акценты акварельными красками. Чтобы освоить скетчинг, рисовать нужно каждый день. Пусть даже по 10-20 минут. И через год ваш скетчбук докажет, что количество рано или поздно переходит в качество. А всё потому, что от частых тренировок развивается глазомер. Кому же скетчинг пригодится? Будущим веб-дизайнерам, дизайнерам интерьеров, аниматорам, арт-директорам, специалистам по рекламной графике, сценаристам. Да-да, с помощью простого наброска, созданного за пару минут, можно показать, как должна выглядеть целая сцена в задуманном вами сюжете. А в сфере кино-гейм-индустрии скетч необходим в качестве отправной точки. Ни один художник по окружению и персонажам не сядет за детальную проработку рисунка без скетча. В противном случае он рискует потратить много времени на работу, которая может быть и не принята. Но если вы просто любите рисовать, скетч может стать вашим хобби. Ведь что, как ни скетчи, мы каждый день рисуем на полях блокнотов и тетрадок. А такие гениальные задатки нужно развивать. Вот это творчество. А самое главное, что за неровной линией тебе не скажут, что ты не старался, а наоборот, что что-то в этом есть. Надо это что-то поискать. Сейчас осень, и самое время рисовать скетчи осенней природы. Рябину на ветках, детей в листьях. И вопящих фанатов шерифа. Сегодня их будет много. Смотрите и рисуйте. И болейте вместе с ними. А с вами были ведущие Олег и Данил. Смотрите на Сефире и на Ютубе. До встречи. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...